Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст говорит о самоосуждении и сокрушении о грехах. Многие и великие грехи совершены нами. Посему мы имеем нужду в великом врачевании, в крепком исповедании. Пусть твои глаза прольют слезы, и слезы могут погасить пылающий костюм грехов. Поступи так со своей совестью. Посади судящий ум на престол без пристрастного суждения. Выведи на средину все грехи твои. Представь к беззакониям грозные мысли. Украти непристойные пожелания, от которых произошли грехи. Положи наказание с великую строгостью. Если мы таким образом позаботимся судить сами себя, то избежим и того страшного судилища. А что судящий ныне сам себя и требующий от себя строгого отчета в грехах не подвергнется осуждению в будущей жизни. Об этом послушай Павла, который говорит. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы от Господа. 1 Коринфянам 11 глава 31 стих. Укоряя тех, которые недостойно приобщались тайн, он так говорит. Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господа Господней. Стих 27. Смысл слов его следующий. Как распявшие Господа, говорит он, так и недостойно приобщающиеся тайн понесут наказание. Пусть никто не подозревает в этих словах преувеличения. Тело Господне есть царская одежда, а разорвавший царскую багреницу и замаравший ее нечистыми руками, одинаково причиняют оскорбления. Посему одинаково и наказываются. Так бывает и в отношении к телу Христову. Иудеи распяли его гвоздями на кресте, а ты, живущий в грехах, терзаешь нечистым языком и мыслю. Потому и одинаковым наказанием угрожает тебе Павел. И говорит дальше. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Стих 30. Затем желая показать, что требующие от самих себя здесь отчета в грехах, осуждающие беззакония свои, и потом уже не впадающие в те же грехи, могут избавиться от будущего страшного, и неумолимого приговора он прибавляет. Если бы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Дальше стихи 31-32. Итак, будем наказывать свою душу, строго истребляя невоздержанные помыслы. Будем смывать нечистоты свои слезами. Велик плод от этих рыданий, велики назидания и утешения, ибо как велико наказание за смех и невоздержание, так напротив постоянные рыдания доставляет утешение. Ибо блаженны плачущие, говорит Господь, ибо они утешатся. Матфея 5 глава 4 стих. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Лука 6 глава 25 стих. Печаль по Боге имеет весьма полезную силу. А не Исайя, или лучший Бог через Исайю, возвестил так. За грех его я гневался и поражал его. 57 глава Исайя, 17 стих. Я не наложил, говорит, на него наказание соразмерного преступлению, ибо в награждении добрых дел Бог превышает меру их, а за грехи, употребляя по своему человеколюбию многоразличное обличение, налагает за них умеренное наказание. Посему, выражая это и здесь, он сказал, за грех я гневался и поражал его. Но он пошел по пути своего сердца. Я видел пути его, и буду водить его, и утешивать его, и исцелю его. Исайя 57 глава 17 по 19 стихи. Видишь ли, как искора и велика польза покаяния. Немного наказав грешника за грехи, и увидев, что он стал прискорбен и печален, я оставил, говорит Бог, и это малое наказание. Так Бог готов к примирению с нами, и только ищет малейшего повода к этому. Доставим же ему случай показать любовь к нам, постараемся соблюдать себя чистыми от грехов. Если же когда-нибудь приткнемся, то сейчас восстанем, оплакывая грехи свои, с полной искренностью, чтобы нам получить радость по Боге. Ибо если тогда грешник примирил с собой Бога тем, что пошел по пути своего сердца, написано, то чего не сделает тот, кто присоединит к этому слезы и будет умолять его с великим напряжением. Во время, следующее за ужином, когда ты отходишь ко сну, когда готовишься лечь в постель, когда в отсутствии всех наступает великое спокойствие, когда никто не беспокоит и бывает глубокая тишина, ты начинай суд совести, требуя от нее отчета, и какие имел в течение дня порочные помыслы, составляя обманы или строя козни ближнему, или допуская развратные пожелания, все это во время такого спокойствия, выстави на вид, поставь совесть судьей этих порочных помыслов, истребляй их, суди, наказывай согрешающую душу. Если же должно наказывать порочные помыслы, чтобы они не перешли в дело, то тем более должно сокрушаться душой о таких делах и словах. Это пусть будет каждый день, и не прежде засыпай ты, человек, пока не размыслишь о грехах, совершенных тобой в продолжении дня. Тогда, без сомнения, в следующий день ты будешь не так скор на подобные предприятия, как ты поступаешь с деньгами, не пропуская двух дней без требования отчета, чтобы не произошло замешательства от забвения. Так поступай с делами своими каждый день, вечером требуй от души отчета, осуждай грешный помысл, повесь его как бы на дереве, наказывай и повелевай, чтобы впредь не делать подобного. Будем же употреблять такое врачевание, не представляющее никакой трудности. Если же душа твоя не терпит воспоминания о грехах, стыдясь и смущаясь, то скажи ей, нет тебе никакой пользы от того, что ты не будешь вспоминать о них, а напротив еще великий вред, ибо если ты не будешь воспоминать о них, сама по себе теперь, то грехи твои будут открыты пред глазами всех тогда. Если же будешь помышлять о них теперь, то скоро избавишься от них, и нелегко впадешь в другие. Ибо душа, боясь вечернего суда, чтобы опять не подвергнуться такому же испытанию, осуждению и наказанию, бывает медлительнее на грех. И такова польза от этого испытания, что если мы будем так поступать постоянно, только в течение одного месяца, то приобретем себе потом навык добродетели. Не будем же презирать такое благо, кто ставит себя перед этим судилищем здесь, тот не подвергнется тяжкой ответственности там. «Если бы мы судили сами себя, говорит апостол, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11, глава 32 стих. «Итак, будем делать это здесь, дабы нам не быть осужденными там». Беседы на 4 Псалом. Господу нашему славу во веки веков. Аминь.